так вот я умудрился эту крышку опустить вниз и все-таки снял этот датчик не датчика разъем с датчика все теперь назад надо так вот так вот она крышка чтобы видно было сюда сюда входит разъем а сверху резиновая заглушка и вот пока я эту заглушку туда вовнутрь не втолкал потом оттянул вот так вот крышку и там отстегнул датчик датчики разъем от датчика вот он да не очень-то удобно кто придумал его сюда поставить виднее конструктором так теперь у нас еще нижняя крышка не знаю как-то она не очень идет это тоже еще болт есть сейчас посмотрим нижний кожух 10 снять а вот он болтик болтик вот здесь вот прячется вот в этом разъемчике не разъемчики в этом углубление вот здесь вот ну надо же сейчас выкручивать будем откручиваю последний болтик на 10 который держит ниже кожух и в конце концов подберусь к ремню грелем сорвал его головкой на 10 сам болтик-то на 6 головка в нем на 10 не головка шестигранник вроде бы вот он вытащил так и что об вот чудо из чудес так резинка остается сейчас мы все таки попытаемся надо сверху глянуть что там у нас сверху вот он вид сверху наверх тащить удобнее резинка там держит резинку сейчас мы последнего вот она у нас нижняя крышка который не видно было снизу он вот так стоит вот 1 2 3 до 4 не видно а тут еще сверху 5 вот ремень прошел примерно 90 тысяч может чуть побольше такие вот дела здесь осталось еще уплотнительная резиночка тоже снял промою прочищу и уложу опять назад в крышку и вот что мы видим сам ремень надо сказать неплохом состоянии ну знаете плохом неплохом 90 тысяч прошел тем более свистит ролик какой-то поэтому поэтому я решил его и менять как я уже и говорил вот видите вот этих двух местах два болта крепит крепился кронштейн который вот так обходил ремень и выходил вот на эту сторону поэтому не снимая кронштейна я бы не смог заменить ремень и меньше у нас неразрывный сейчас я все продую прочищу выставлю верхнюю мертвую точку и будем дальше покажу вид снизу эти вот этот натяжной ролик вот это шкив и как зубчатый зубчатая шестерня звездочка коленвала для этого у нас для датчика коленвала такие выступы сделаны на самой этой шестерне вот ну и далее обязательно нужно выставить верхнюю мертвую точку сейчас нам нужно чтобы вот этот надпись up была строго вертикально здесь вот вот этот вот риска вот видите поближе покажу вот она была горизонтально вот этой вот срезу головки блока цилиндров вот с одной стороны и вот вторая риска с другой стороны вот она вот сейчас я чтобы лучше было видно мазну наверное чем-то мазну я лаком для ногтей старый лак жена мне отдала вот еще будем крутить чтобы легче крутить движок я сейчас выверну свечки свечи не выкручивал уже года три вот как раз выкручиваю проверю их такое ощущение что они туда вросли но это конечно мое упущение надо было тут разу год выкручивать машина работала четко расхода бензина не было всяких этих поддергиваний поэтому не трогал вот они четыре свечки видите сверху уже тут коричневая такая юбочка получилось ну скорее всего пропускают они между изолятором вот этим и металлом откуда бы она появилась вот эта грязь сами электроды в неплохом состоянии такие налеты но я говорю года три это тысяч тридцать наверно больше наверно 1045 я прошел на них за последние три года ну и до этого всего в общей сложности не меньше 90 тысяч они прошли потому что я когда менял прошлый раз ремень они стояли у меня эти свечи на месте их проверял все четко ну еще раз проверю в этот раз вот смотрите закрутил я свечку которая прошла больше чем 90 тысяч иридиевая свечка дэнса родная японская накачал давление ставлю провод высоковольтный смотрим как будет работать вот на холостых а вот при нагрузке идеально то есть свечки еще будут ходить конечно я их почищу здесь почищу ну за 90 тысяч вот такой вот нагарчик должен он конечно быть 100000 представляете это два с половиной раза вокруг земли проехали вот эти свечи вместе с автомобилем так что рекомендую иридиевые свечи vk20 honda civic двигатель d17 а установил я вторую свечку вот видите поднимаю компрессию то есть до 10 очков холостые нагрузка вот это чуть похуже опускаем до 9 проверяем при нагрузке это уже виднеется опускаем до 8 вот эта свечка можно сказать подлежит либо реставрация то есть надо ее почистить хорошенько потом еще раз проверить вот при 7 очках она срабатывает 100000 свечки представляете третья свечка холостые нагрузка 10 очков идеальная свечка четвертая свечка холостые нагрузка практически идеально то есть не работает не рабочая здесь одна свечка вернее она рабочая ну желает стоять лучшего проворачиваем за болт распредвала так крутится легко потому что свечки выключены и компрессии нету атаку даже приходится притормаживать еще раз говорю вот этот вот надпись up и шпонка должна быть строго вверх выставляем по меткам вот они меточки так сейчас еще возьму зеркальце чтоб точно было видно смотрю зеркало и совмещаю эту метку на шкву так вот так вот четко сейчас попробую в камеру показать вот видите вот метка и верхний срез вот она метка в зеркале и верхний срез головки совпадает верх я вам уже показал что все по меткам и здесь вот тоже для вас отметил такой вот лаком для ногтей вот метка она так и должна быть там с другой стороны потом когда я сниму ремень там будет видно стрелочка можете и сейчас видно но во всяком случае мне отсюда плохо видно вот моя задача сегодня это поменять вот этот ремень сальник здесь натяжной ролик новый у меня и поменять сальника за распредвалом за шкивом распредвала чтобы снять ремень мне нужно сейчас открутить датчик коленвала для того чтобы ремень видите тут зазор маленький ремень не пройдет если его снимать буду открутить отвести его в сторону и открутить натяжной ролик снять вот эту пружинку это вот ну естественно потом вытащить вот этот вот шкив со своего места поменять сальник ну и шкив распредвала срываю ключом на 10 боюсь пальцы повредить затянут хорошо датчик коленвала делаю это аккуратненько потому что здесь провода ведь он уже начал шевелиться тут он на резиной вставочки так отвожу его в сторонку болтик на место вот эта стрелка которая покажет нам она с той стороны находится сниму обязательно покажу все теперь я могу ремень скидывать теперь мне нужно ослабить вот этот болт по-моему он на 12 или на 14 далеко а ключ на 14 затянут здоровко просто так вот на вытянутой реке не получается ох ты не могу еще подлезть сверху потому что снизу неудобно сливаю вот так вину моротком все нипочем и сверху идет немножко туговато потому что натяжку он дает сейчас откручу покажу да кстати нужно снять снять эту пружинку вот так вот снял пружинку все ролик отошел отошел можно скидывать ремень кстати ролик вроде как даже не шумит ну ладно скидываем ремень снимаем скидываем кому как нравится все у нас сейчас по меткам стоит хлоп-лоп переходим вниз так папа папа аккуратненько все здесь все снято теперь нас все таки интересовала та метка ремень снят теперь я пытаюсь открутить руками ролик натяжной ролик опа вот так вот вот там наш натяжной ролик есть у него такой универсальный ключ уже много лет им пользуюсь то есть смотрите завернул два болта специального только вот отверстие чтобы можно было в разные шкивы вот эти болты вставлять и тормозить все гаечку эту я сорвал видите от руки она у меня прекрасно идет болтик шкив уже ходит туда-сюда идет об снял все вот она это вот штырек или шпонка которая вот этот паз заходит то есть перепутать никак невозможно мне нужно теперь тут еще оказывается этот пластик нужно открутить для чего для того чтобы поменять сальник вот тот сальник видите как все надежно сделано и вот он датчик распредвала которые отсюда видите через крышку тащил неудобно зараза ну открыл так а тут у меня что раз два нет еще пока только два вижу болтика сейчас начну крутить да кстати надо убрать эту прокладку приклеилась она на гельметик где моя и закрутил неправильно немножко но всяком случае масло не бежала сниму прокладку и начну откручивать этот пластик прокладка достаточно мягкая не высохшая не знаю наверно не буду ее менять пока если что потом ее недолго поменять отдельно болт шкива распредвала назовлю на место не потерялся хотя у меня скорее всего в сальнику будет мешать посмотрим мне придется скорее всего открутить вот эти чтобы ослабить сальник при отпустить не открутите при отпустить так будем говорить для начала снимем пластиковую крышку отворачиваю два болтика это болтик который держит датчик распредвала сниму его на всякий случай чтоб не повредить мало ли крышку буду тащить так и снимаем и не откручиваем вот этот получается вся крышка не крышка внутренняя часть крышки ремня грим на одном болту что ли крепится это узнаем ну да все крепится на одну болту откручиваю вот так вот вот она эта крышка сюда варится болтик все теперь отворачиваем вот эти два болта и пробуем выковырить сальник оттуда хотя сальник неплохой менять я его буду на такой 91 213 тире английские латинские буквы pd 2-0 0 4 модель джапа вот он сальник этот honda смотрим видите какая мягонькая резинка даже не хочется трогать мне его короче решил я немножко отпустить распредвал чтобы легко вытащить сальник отпускаю смотрю при помощи динаметрического ключа насколько же он был затянут каждый болт а каждый болт затянут на 50 ньютон примерно там плюс минус 5 это потом случай не случай когда буду затягивать чтобы не ошибиться можно конечно было выковырить его так взял помощнее отвертку вот так вот он вышел достаточно легко ну видите вот этот сверху полукруг он ослабленный поэтому я думаю вышло все нормально сам сальник неплохой ну раз уж разобрал грех не поменять просто меня не поймут зрители теперь место посадки сальника прохожу тряпочкой все это протираю чистое было то когда буду вставлять новый сальник резинка не задралась и он у меня не потек устанавливаем сальник распредвала немножко смазываю тоненьким слоем моторного масла чтобы он легче пошел чтобы не завернулся установил его заподлицо еще раз проверю все вокруг чтобы не было заворотов так вроде бы целый целый все теперь моя задача на место закрутить вот эти вот все болты которые я откручивал для того чтобы ослабить вот этот полукруг заворачиваю при помощи динамометрического ключа начинаю с центра на 50 ньютон сначала протяну все на 25 а потом по второму кругу на 50 пошли на второй круг болты на 8 протянул теперь осталось вот эти два булки к на 6 головкой на 10 сами болты на 6 шестигранник у них на 10 все все вроде бы стоит все нормально не вроде бы а нормально так теперь переходим к сальнику коленвала шкивую к сальнику вот он шкив зубчатый шкив коленвала смотрите рукой беру он идет как по маслу вообще немножечко немножечко зазорчик но подгонка супер так вот он сам шкив аккуратнее вот эти надо не сломать иначе очень дорого дорого потом обойдется это все а вот здесь вот у нас стоит видите пластинка которая прикрывает сальник какой стороной она встает надо запомнить в принципе вогнутой вовнутрь то есть она немножко вогнута и вогнута туда ну полусферы как бы наружу сюда вогнута вовнутрь так убираем и вот он наш сальник тут конечно да кстати метка кому плохо было видно вот она метка на которую должны показывать метка на шкиву на самом вот вот эта метка на шкиву должна совпадать вот с той меткой что будем выковыривать вытаскивать сальник немножко сейчас тут протру так сейчас мы будем выковыривать старый сальник вот такая отвертка раз под него плохо видно вот так не идет зараза наконец-то я подковырнул вот так вот вот он сальничек старый также сейчас здесь протру аккуратненько все и заменю на новый хотя старый дубовым не был ну и слава богу ничего не бежала ничего не случилось новый сальник смазал снаружи изнутри чего чуть моторным маслом чтобы легче туда вот так не хочет не хочет зараза надо вставлять выравнивать буду сейчас при помощи вот такой удлинителя тут он другой стороны видите круглый тут не попортить сальник зараза песок сыпется предвижу кучу критики почему не помыл а вот не захотел и не помыл так все заподлицо я вам скажу оба все четко все сальник установлен сальники установлены как верху так и внизу то есть распредвала коленвала теперь наша задача поставить все на место устанавливаем эту пластинку вот такую устанавливаем шкив говорится в обратном порядке как разбирали теперь все в обратном порядке легко встает так еще раз проверяем четкость попадания на метку можно было чуть-чуть миллиметр вправо посмотрим ремень будем надевать когда там если чё подвинем там всего лишь один миллиметр это ерунда устанавливаем кожух внутренней крепится он всего лишь на один болтик интересно заворачиваем примерно на 18 ньютон устанавливаем датчик распредвала ошибиться установки его ну просто невозможно потому что видите тут направляющая есть там отверстие поэтому он должен становиться четко также крепится на один болтик я его перед тем как ставить протёр именно протёр не промыл не в растворителя него спереди нельзя потому что можно потому что можно испортить датчик так следующая наша задача установить сюда шкив откручиваем болт закручивал для того чтобы не перепутать хотя перепутать сложно пошел шкив вот в этот вот в этот шпоночный паз должна дойти этот вот кругляшок видите или как правильно пенек все встал немножко немножко свободен но это хорошо заворачиваем болт на 8 шайбой головка на 12 динамометрическим ключом все это делаю конечно же подтягиваю видите пошел это нежелательно потому что я его сбил поэтому ставлю метки назад короче говоря ставить опять свой универсальный ключ и затягивать затянул на 60 ньютон думаю этого достаточно метки видите совпадают вот зеркальце если смотреть вот так вот видно что они совпадают значит этот с надписью об наверху вот эти метки совпадают по срезам ну все нижний нижняя метка на шкиву тоже совпадает так да все четко совпадает теперь мне нужно установить натяжной ролик и потом я буду или сначала ремень надеть даже не знаю что лучше посмотрим вот он ремень грм распечатываем такой вот ремень грм почему-то написано митсубиши сейчас сравним его мадеин сингапур мадеин сингапур японский конечно я не помню какой тут был ремень уже его покупал вот оригинальный брал сравнить с тем который снял вот он старый ремень по ширине одинаковый по внешнему виду одинаковый по длине померил вроде одинаковый любви не стал считать одну посмотрим вот у меня два ролика вот это который я снял с автомобиля а вот этот ролик который сейчас буду ставить мне уже пружинку на него переставил чтобы там цеплять теперь моя какая задача сюда вставить болт наживить его чтобы вот-вот затянуть и одеть вот эту после того как ремень одену одеть вот эту пружинку вот и потом выдернуть вот эту чеку и и она по идее должна натянуться еще сильнее ну что пробуем ставить так ролик натяжной на месте теперь заводим на этот ролик ремень так вот обводим его и нам надо завести на шкив коленвала пойдем вниз вот так вот на шкиву вот из-за этого так сказать зубчатого вот этого венца так неудобно одевать одеть не так-то просто так поэтому наверно я сверх него шкива сниму так вот верхний шкив снимаем да по сравнению стоит с привычной тойоты так ну пусть так стоит сейчас пойдем наверх одевать вот так вот натянул то есть вот здесь вот так возьму фонарик вот свечу эта сторона у меня видите ровно вот она ровная сторона где натяжки никакой не будет здесь у меня ролик должен как бы подтянуться и вот эта слабина убраться должна поэтому я считаю что более-менее нормально по меткам смотрю более-менее нормально теперь беру вот эту пружинку вот она и мне нужно ее закинуть вот на этот штырек взял я вот такие флешкогубчики вернее согнутые утики вот так то есть одел я пружину на место вот она сейчас на место все слабинки ремня убрались вот они видите и сейчас какая она моя задача моя задача затянуть вот этот болт и когда я выдерну чеку натяжной ролик еще больше подожмет ремень ну то есть подожмет с той силой с которой нужно поджать сначала фиксируем пружиной потом затягиваем болт и выдергиваем чеку пружины уже зафиксировали сейчас затягиваем болт головкой на 14 затягиваем болт затягивать его нужно примерно 40-50 ньютон там в книге написано в какой 34 в какой 40 ну 50 ньютон я думаю нормально будет сейчас динамометрический ключ поставлю попробовал я ключ с обыкновенной головкой пришлось мне взять укороченную головку потому что ключ не влазил динамометрический так поставим опа уже тут за 50 где-то 60 ньютон все теперь теперь моя задача еще раз проверить метки при помощи зеркала проверяю распредвал стоит идеально ровно ровно коленвал сейчас посмотрим так коленвал коленвал тоже нормально стоит я смотрю по метке все четко как и было задумано теперь есть такая процедура обязательно я ее делаю каждую машину когда меняет ГРМ вворачиваю болт а вворачиваю она же у меня сейчас пойдет на откручивание желательно бы прокрутить вокруг коленвал два оборота сделать коленвала это можно сделать при помощи распредвала и проверить станут ли метки на место хотя я уверен на 100% что станут но тем не менее попробую сейчас за распредвал вот так вот берусь ключиком трещоткой маленькой и начинаю вращать там у меня свечек нет компрессии нет ничего не мешает поэтому я не боюсь кручу распредвал достаточно одного оборота о уже перекрутил не даю назад так распредвал я знаю точно что сейчас по меткам теперь мне нужно привезти каленвал опа каленвал точно стоит оп еще раз глянем так так да точно метка стоит все значит собрано правильно можно продолжать сборку что мы сейчас делаем а мы сейчас на место установим датчик каленвала при помощи головки на 10 не чтобы не было не но не что не это Продолжение следует...